Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, я сходил на очередной фильм. Сегодня это был фильм хардкор, на который мне рекомендовали в моём часике всё сходить, мол, новое российское кино, необычно всё снято и прочее. Но начну с предыстории. Года три или четыре назад вышел клип одной, по-моему, российской группы, и видео с этим клипом активно распространяли, потому что там была очень необычная съёмка работы, вид из глаз человека, который там носится, бегает, попадает в разные ситуации и прочее, прочее. И вот режиссёры этого фильма заметили, заметил никто иной, как Тимур Бекманбетов, и нашлись инвесторы, которые помогли снять вот такой фильм полуторачасовой. Ну, у меня сразу было несколько скептическое отношение к фильму, потому что одно дело снять трёх-четырёхминутный клип в таком стиле, и совершенно другое полуторачасовой фильм. И всё-таки мои опасения оправдались. Честно говоря, мне стало скучно смотреть всё это действие минут через двадцать. Да, там постоянный экшен. То есть мне вот те люди, которым фильм понравился, мне описали, что это экшен постоянный, поэтому этот фильм всё время интересно смотреть на протяжении всех полутора часов. Но тут проблема в том, что создатели пошли по такому, по-моему, неправильному пути, когда логика и здравый смысл в угоду зрелищности отошли на второй план. В чём это заключается? В том, что видно, как создатели продумывают все свои сцены, исходя из того, как это будет выглядеть в таком ракурсе вида из глаз. То есть да, там прикольно смотреть, когда человек под машиной, и на него ещё наезжает машина и прочее. Но когда ты видишь, что за главным героем охотится танк, человек бегает по лесу, за ним охотится танк. Начинаются вопросы, блин, что это вообще за хрень такая? Почему там, что там делает танк? Мне могут возразить, наверное, те люди, которым фильм понравился, что типа, мол, много из этих несостыковок объясняется в конце, для чего это, мол, было всё сделано, зачем главный злодей так делал. Но на самом деле это хреновое очень объяснение, и вообще очень много там моментов бога из машины, знаете, такого... То есть всё ради зрелищности, а не логики или... То есть сценарий, мягко говоря, слабовано. Актёрская игра тоже, ну там, два с половиной нормальных актёра, это не самый лучший вариант. Тем более, что да, там очень много таких эпизодических ролей, но даже на эпизодические роли надо брать хороших актёров. А там, собственно, кроме Козловского и Кобли Шелту, никто нормально-то не играет. Кстати, некоторых людей со слабым вестибулярным аппаратом может реально укачать на фильм, потому что там камера вот дёрганная вот такая вот, если я вот постоянно мне часто, кстати, пишут, что мол, Лёша, что у тебя дёргается камера, снимай ровно. Так вот там весь фильм такой, полтора часа. Если у вас проблемы с просмотром моих видео, вот в таком, да, виде, то на этот фильм вообще идти не стоит. Ну и самое главное, я считаю, что он просто скучный, вот честно. А скучный он именно из-за того, что там нету пищи для мозга, если хотите. То есть там постоянно живут, блин, да там даже к мелочам очень странно относятся. Вот есть много сцен с паркуром, да, когда там главный герой за кем-то гонится, или кто-то гонится за главным героем. Рядом лестница. Вот это, несколько таких моментов есть. Рядом лестница, рядом с лестницей забор. Как вы думаете, куда побежит главный герой? Конечно, через забор перелазит. Зачем тут лестницу использовать? Или там по всяким буйраками со прямого пути. Там очень-очень много вот таких моментов. С другой стороны, конечно, фильм зрелищный. Я не спорю. Но мне вот, честно говоря, жалко времени, что я потратил на поездку в кинотеатр, на просмотр фильма. Так что я вам все-таки не рекомендую ходить. Это фильм тупой, но зрелищный. Так что если вы хотите действительно экшена от начала до конца, и у вас все хорошо с вентибулярным аппаратом, вас не будет мутить полутора часов тряски камеры, то сходите на хардкор. Во всех остальных случаях посмотрите лучше интересное и умное кино. На этом все. Вы видели и слышали Лешу Халецкого.